всем привет добро пожаловать на канал втнт с вами как всегда я владимир тишевский сегодня мы поговорим о смартфоне poco x3 pro во первых я хочу сказать большое спасибо своему подписчику который написал мне и предложил сделать обзор на данный смартфон правда изначальная его идея была покупки смартфона именно на алиэкспресс там он был немного дешевле но вопрос украинский это вопрос таможни и второй был вопрос то что там очень быстро все раскупилось и у меня не хватило времени сделать это приобретение в итоге мы приняли решение что на распродаже у нас в украине взять этот смартфон этот смартфон я взял в магазине citrus и была бесплатная доставка прямо домой за что им тоже большой респект и уважуха также хочу отметить что мы взяли модификацию на 6 128 и обошлась она нам 6499 гривен если говорить в долларовом эквиваленте то это где-то двести тридцать два доллара но плюс минус и так теперь давайте перейдем непосредственно к смартфонам во-первых poco x3 pro внешне очень схож poco x3 единственное его отличие это немного другая надпись другая текстура и другое цветовое решение вот этот цвет мне очень нравится я даже не знаю как его в реальности назвать потому что он называет phantom black но он не совсем черный и это лучше чем тот который был у обычного пока x3 ну как по мне модуль камер не изменился расположение сканер отпечатка пальцев не изменилась регулировка громкости также находится сверху сканер отпечатка пальцев лоток у смартфона комбинированный то есть он не на две sim карты плюс карту памяти но имеется резиновая вставочка что говорит о том что если вдруг на него попадет влага то через слот для sim карт вряд ли она туда попадет хотя здесь есть еще точечка это ну может быть там тоже и придумали какую-то защиту на нижней части у смартфона находится разъем для наушников это большой плюс тайп си разговорный динамик и разговорный микрофон верхняя часть также не пустует здесь отверстие для вывода воздуха также дополнительный микрофон и инфракрасный порт внешняя камера пока x3 pro такая же как у x3 но есть некоторые изменения по количеством мегапикселей о них мы поговорим чуть позже вот это вот переливающаяся часть с логотипом мне кстати очень нравится стоит также отметить о том что у смартфона стерео динамики и верхний динамик достаточно громкий может быть нижней чуть чуть громче но все равно стерео пара ощущается и это приятно что касается экрана то здесь он айпи с 120 герц и разрешением full hd плюс некоторые ожидали что здесь будет амолед экран как например у редми но 10 pro но вот поставили можно сказать такой же экран как у пока x3 я не скажу что он плохой он отличный экран плюс есть кастомизация по настройкам то есть можно и насыщенности и яркости добавить то есть проблем я не вижу единственное что я заметил после того как посмотрел некоторые обзоры что у смартфона есть некоторое затемнение по краям и она заметна только когда от смартфон включен на максимальную яркость и белый экран только тогда это заметно если мы используем вот в таком режиме конечно же этого не заметно на экране смартфона наклеена пленка но если вдруг вы захотите снять то я думаю что не страшно хотя многие я знаю что и стекло наклеивают но здесь стоит corning gorilla glass 6 то является еще одним апгрейтом по сравнению с обычным пока x3 и предыдущими поколениями что касается экрана 120 герц плавность конечно же ощущается и это приятно но не всегда стабильной плавно работает оболочка и я это связываю и непосредственно с сыростью именно прошивки и потенциально будущими апдейтами которые придут на данный смартфон на данном этапе смартфон работает на базе android 11 и версии миюай 1204 сожалению более новой версии миюай не пришло хотя у редми но 10 про уже там чуть чуть новее но все же лучше нежели у обычного пока x3 у которого говорят что на сегодняшний день все еще android 10 как я говорил мы взяли смартфон на 128 гигабайт постоянной памяти но есть модификация и на 256 гигабайт которая кстати стоит не так уж и дороже что касается оперативной памяти то здесь 6 гигов и есть 8 гиг оперативки то есть 628 или 8 256 переходим к процессору здесь стоит процессор от qualcomm достаточно мощный qualcomm Snapdragon 860 который выполнен по 7 нанометровой технологии и имеет весьма внушающие данные по производительности я сделал тут некоторые скриншоты бенчмарков я делал несколько тестов antutu и например первые разы это было пятьсот шестьдесят четыре против пятьсот шестьдесят один второй раз также здесь были еще такие вот пятьсот шестьдесят шесть против пятьсот семьдесят второй раз то есть приблизительно пятьсот семьдесят тысяч это его баллы в antutu вполне себе впечатляющие что касается его памяти встроенной то здесь стоит ufs 3.1 и она выдает вполне себе приличные показатели по памяти 1469 на чтение и 525 на запись также я могу отметить троттлинг здесь он по синтетике есть но по факту в играх я его не замечаю я сделал два подряд 15 минутных теста и конечно же в начале он себя неплохо ощущал но дальше пошло понижение я даже больше вам скажу что какую бы игру вы не играли смартфон не перегревается я запускал такие игры как standoff pub mobile world of tanks call of duty на мобайл legends и все эти игры идут на высоких настройках pub mobile также идет на максимально возможных настройках в принципе по геймингу здесь вопросов нет они а и и и и и и и и и Продолжение следует... 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 зум 4 5 6 x максимально о ведь и логотип чепока прикольненько и вот на обычное так насчет стабилизации я еще не знаю есть она тут или нет это мы еще проверим снимает она как-то вот так фокусировочка происходит может быть не так близко как хотелось но в принципе достаточно близко во время 4к 30 fps можно еще и фоткать это стабилизация видео камера кропает значит это электронная стабилизация вот в принципе надо конечно на улечке проверить но это видео на широкоугольную камеру записывает всего лишь full hd 30 fps широкоугольная она менее светосильная как вы видите и больше шумов вот как то так ну и обязательно слушайте звук как записывает этот смартфон звук а это фронтальная камера poco x3 pro вот так она снимает в помещении тут с окна идет свет в принципе вполне себе такая комнатное освещение может быть не супер яркая могу подойти лицом к окну для того чтобы видите так ярко светит свет что заднего фона не видно камера сильно зумит это что мне не сильно нравится то что она прям вот зумит и зумит и вот так она реагирует если свет позади объекта данном случае объект это я так ну и отойдем немножечко где меньше света где-то вот так меньше света что скажете меньше света и во всех новомодных смартфонах xiaomi есть фишка с двойной камерой единственное что я еще не нашел возможности из этого квадратика фронтальной камеры сделать там например кружочек что было бы прикольнее то есть или точнее из прямомольника сделать квадрат или кружок вот единственное что можно сделать вот так то есть прямо во время записи видео я могу себя сделать больше вот или же половинку или эту больше вот так это смотрится не знаю если рывки звука потому что где-то я видел на переключение между камерами было его к на звуке на этом телефоне или на друг другом не помню это было на самсунге да как-то так мое видео на poco x3 pro 4k 30 fps вот сейчас пройдусь по аллейке там кто-то стрижет траву звук такой есть как раз это будет отсечение шумов там все дела и так далее также мы сейчас затестим фокусировку на примере вот таких вот листиков видите так не фокусит надо нажать о нажал на экран и зафокусила так смотрим как у нас здесь получается здесь тоже не фокусила нужно опять перри нажимать короче такая себе вот байдам давайте мы еще проверим вот сюда цветочки он уже теперь фиксированный фокус только по нажатию а может настройках надо поменять фокус это кстати мысль я во-первых поменял кодек на h 265 и во вторых не нашел с фокусировкой ничего вот не фокусит видите я ничего не нажимал и только нажму на цветочек и он его начнет фокусить обидно это какой-то глюк софта наверное и перезагрузил камеру вроде и все равно не обидно смартфон в full hd разрешение записывает видео с большой стабилизацией поэтому давайте пробегусь вот я бегу 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 вот немножечко пробежался поворачиваю еще раз пробегаюсь это стабилизация видео вот это такой режим со стабильным видео ну а с фокусировкой здесь тоже самое теперь видео на фронтальную камеру poco x3 pro на уличке сейчас на улице пасмурно но середина дня поэтому принципе света хватает но хотелось бы может быть немножечко побольше света можно в принципе посмотреть еще вот так вот насколько адаптируется или например на фоне неба ну тут вы видите как-то вот не сильно только вот чуть-чуть чуть-чуть как-то так ну и конечно же звук слушайте звук я его конечно периодически приподнимаю вот но иногда бывает тихий звук слушайте я еще запишу звук в помещении и посмотрим как она будет работать как-то так смартфон также умеет снимать макро видео правда двух мегапиксельная камера сильно не позволяет разгуляться пока мы видим вот такой результат макро видео не очень до средненький что касается качество звучания динамиков и вообще громкости всего остального я конечно могу включить какой-то трек например да там так вот что касается звука этот динамик немного слабее нежели этот динамик и это немного ощущается несмотря на то что стерео пара все-таки есть и звук я слышу и там и там тем не менее с этого динамика он идет больше также что касается вибрации так как корпус пластиковый у смартфона как и у пока x3 вибрация здесь ощущается сильнее нежели вибрация на xiaomi redmi note 10 pro поэтому тут тоже такие нюансы и я еще и заметил при распаковке что динамик у пока x3 pro немножечко тише нежели у redmi note 10 pro такие вот нюансики есть и поэтому если для вас допустим медиа содержимое важнее нежели допустим та же самая там игры или обычная производительность то возможно есть смысл присмотреться именно к редми но 10 pro как вариант но это уже идет как бы такой отдельная мысль давайте подведем итог что касается пока x3 pro то стоимость за которую мы его взяли 6499 гривен это очень и очень хорошая цена для данного смартфона я бы сказал так что это лучший смартфон за эти деньги если мы говорим за 8000 то скорее всего я бы выбирал бы не пока а выбирал бы redmi note 10 pro если мы говорим за 8000 то по акции был xiaomi 11 light тоже и из этого бренда но если мы говорим за 6499 то к сожалению нет ни одного конкурента который мог бы по производительности сделать что-то с этим смартфоном этот смартфон зверь и рвет всех и вся просто ну понимаете тут даже так он как бы по производительности просто вырывает и среди своих же братьев такой себе знаете каннибализм внутри бренда когда один девайс перебивает другой девайс вот у сяоми и то есть к сожалению и они как бы вот как то так но если мы говорим о redmi note 10 pro и пока x3 pro то я бы скорее всего разделил бы их так повыше производительность это пока x3 pro больше наворотов фишек по камере по экрану по корпусу и по на мультимедиа то redmi note 10 pro и так как я лично не играю в игры сейчас на телефоне уже достаточно давно я бы выбирал бы redmi note 10 pro и так давайте я немножечко отступлюсь и все-таки добавлю по поводу того что же выбрать пока x3 pro или redmi note 10 pro смотрите дело в том что на старте продаж когда была первый сейл я взял redmi note 10 pro за 7499 гривен а пока x3 pro за 6499 гривен вот вам и ответ еще на 1000 гривен дешевле на старте продаж стоил пока x3 pro если бы я например выбирал бы мощный смартфон мега производителей и мне было бы важно чтобы он отлично тянул игры то однозначно я выбрал бы пока x3 pro если мы говорим о redmi note 10 pro он сейчас стоит 7699 64 гигабайтная версия то до 8000 камере я не встречал ни один смартфон который мог бы посоревноваться с redmi note 10 pro и так друзья подведем итог пока x3 pro стоит ли брать конечно же однозначно стоит но вам нужно учитывать просто те нюансы о которых я вам сказал если вы их учтете то вы точно не прогадаете что касается человека который является владельцем данного смартфона я считаю что он ему повезло выхватить по такой цене с украинской гарантии то есть у нас по месту на такой классный смартфон были бы у меня свободные финансовые средства я бы однозначно добавил бы себе этот смартфон в как говорят в плейлист до а в коллекцию смартфонов и возможно бы то есть он был бы у меня в семье у кого-то возможно из детей или даже сам бы походил с таким смартфоном то есть смартфон на реально за 6499 просто бомба огонь пушка ракета все как пела джерри хейл если у вас остались какие-либо вопросы по смартфону задавайте а также актуальные цены я оставлю по ссылкам в описании переходите по ним смотрите и возможно как раз именно в момент когда вы смотрите на этот пока x3 pro отличная цена и вы сможете взять по классной цене у меня на этом все спасибо вам большое за просмотр не забывайте ставить лайки подписываться на канал всем пока до скорых встреч в новых видео